Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в лечебно-реабилитационном клиническом центре Юдина. Здравствуйте, Юлия Александровна. Здравствуйте. Приятно с вами познакомиться. Вы заведующая отделением физиотерапии. Сегодня хотелось бы поговорить об этом подробно. Насколько хорошо оснащено ваше отделение? Какие основные лечебные направления в нем открыты? Наше отделение состоит... у нас отделение физиобальниотерапии. И там он состоит как бы из двух блоков. Один блок – это у нас физиотерапия, аппаратная физиотерапия. Второй блок – это водолечебница. Отделение физиотерапии у нас оснащено как отечественным, так и импортным оборудованием. Мы проводим процедуры электролечения, процедуры светолечения, где у нас есть и кварц, и лазер. И также у нас есть электрофорезы, импульсные переменные токи. Также у нас есть высокая частота, аппарат для проведения процедур высокой частоты и ультразвука. Мы принимаем больных, начинаем восстановительное лечение с самых ранних сроков после операции. То есть пациенты оперируются и через неделю к нам уже переводятся после сложных операций, типа аортокоронарного шунтирования, эндопротезирования суставов. Когда пациентов к нам привозят, в общем-то, на каталке, на скорой помощи. То есть, по сути, к вам пациенты многие приезжают такие, которые даже не могут ходить. Они не могут ходить, да, действительно, это так. Они их привозят на скорой помощи, на каталке мы их поднимаем на этаж. И там мы сначала начинаем лечение с того, что мы ходим, делаем процедуры магнитотерапии, там какие-то в палате. Потом, когда пациенты уже немного окрепнут через несколько дней, они спускаются здесь, сюда, к нам, в отделение физиотерапии. Они, когда они уже смогут дойти, то есть это уже этап реабилитации, когда он выходит из палаты и может дойти до физиотерапии. Физиотерапия вообще занимает очень важное место в процессе реабилитации, именно восстановительной медицины, после перенесенных сложных операций, после сложных травм. После травм действительно происходит процесс реабилитации, именно восстановление функции организма, потому что операция проведена, все зашито, швы наложены, все хорошо. Но для того, чтобы человек мог жить так же, как и до операции, для этого производится реабилитация. И чем раньше начинается этот процесс, тем лучше результаты и быстрее человек восстанавливается. То есть у нас бывают очень тяжелые пациенты, особенно после дорожно-транспортных происшествий, когда там обширные травмы органов, бывают переломы позвоночника. И вот таких пациентов мы, в общем-то, ставим на ноги. И, наверное, тем приятнее видеть, как они делают. Снова учатся ходить, снова учатся держать чашку, ложку. И вот это как раз-таки заслуга всего коллектива, всего лечебно-реабилитационного центра Юдина. Да, действительно, это дает, в общем-то, большое моральное удовлетворение, когда мы видим результаты своей работы. Юлия Александровна, расскажите о вашем коллективе. У вас одно из самых крупных отделений в центре. Конечно же, у вас очень много пациентов. Ну, у нас один, наверное, из самых больших отделений самого центра. У нас есть медсестры, которые работают в физиотерапии, есть которые в бальнеологии. Действительно, у нас квалифицированные медсестры, которые могут правильно провести процедуру, объяснить пациенту, для чего это процедура, что там с ним делают. Также они могут помочь ему и лечь, и встать, и дойти уже вот куда-то до палаты или до другой процедуры. Поэтому коллектив у нас хороший и дружный. Вы уже сказали о том, что есть бальнеолечение, грязелечение. Вот более подробнее хотелось бы тоже об этом поговорить. Да, у нас есть большая половина, в общем-то, отделения, которое составляет бальнеолечебница. У нас много различных видов ванн, начиная с ванн с морской солью. У нас есть ванны с рапой. У нас на территории находится своя скважина, и с глубины почти километра доставляют нам минеральную воду. У нас также есть кремнистые ванны, хвойные, хвойно-жемчужные и скипидарные. То есть в зависимости от того, какой процесс, какое заболевание у пациента, в зависимости от возраста и сопутствующих заболеваний мы назначаем им ванны. Причем ванны мы сочетаем с физиотерапией. Ванны оказывают общее влияние на организм. Когда человек находится в ванной, все лекарственные вещества, которые растворены в воде, они воздействуют через кожу. Всасываются, значит, во-первых, они оказывают и механическое температурное действие на кожу, и химическое за счет вот этих растворенных веществ, которые находятся в воде. Раздражая кожные рецепторы, происходит воздействие на внутренние органы, и на нервную систему, на суставы и мышцы. И таким образом оказывается влияние на весь организм. Кроме того, у нас есть общие ванны и есть у нас камерные ванны. Это значит, что пациент не целиком погружается в воду, а в четырехкамерных ваннах у него погружаются руки и ноги. Эти ванны рассчитаны на маломобильных пациентов, либо тех, у которых какие-то поражения есть, ну, страны туловища, скажем. И, естественно, погружаются руки и ноги в лекарственные ванны, и воздействие на организм тоже идет. Также у нас есть вихревые ванны, тоже они частичные. На руки воздействия идет массирующая струей воды. Там есть специальные форсунки, которые вода бурлит и массирует руки и ноги пациента, в зависимости от того тоже, что мы назначаем. Тоже для маломобильных, тяжелых пациентов мы такие процедуры назначаем. Насколько эффективно больное лечение? Насколько быстро достигается желаемый результат? И с какими проблемами к вам обращаются пациенты? Больное лечение эффективно, в общем-то, если грамотно назначено, в стопроцентных случаях, скажем так. Но эффект накопительный. Сразу эффект, вот то, что человек принял ванну, и сразу какой-то сдвиг во внутренних органах происходит, такого не бывает. Поэтому физиотерапию, больнеологию мы назначаем курсами от 8 процедур. 8-12 процедур. Если мы говорим про лечение определенных проблем, то вот эти курсы, они, как часто их нужно делать? Ну, где-то раз в полгода можно повторять курсы лечения. То есть два раза в год, если вы хотите принимать ванны, физиопроцедуры, то организм будет в полном порядке? Да, вы знаете, не то, что там в полном порядке, а мы поддерживаем организм в состоянии здоровья, скажем так. Мы снимаем обострение и вот не даем обостриться или узугубиться заболеваниям. Вот так. Если говорить о грязи лечебницы? О грязи лечебницы. В чем ее уникальность? Уникальность у нас, мы работаем с грязью Медвежьего озера. Это озеро находится на востоке Курганской области. Оно питается само по себе, то есть у него не вливаются никакие реки, и там очень концентрированный солевой раствор. Там концентрация соли такая же практически, как в Мертвом море, то есть в нем утонуть нельзя в этом озере. Но там еще, кроме того, что там много минералов в этой воде содержится, там еще живут такие рачки артемии, которые в течение уже там многих тысяч лет, они умирают и растворяются в этой воде. Таким образом, кроме того, что есть минералы, неорганические соединения в этой грязи, там также и органические продукты распада вот этих артемий, там в них содержится много аминокислот. И они, эти грязи, как вам сказать, оказывают благотворное питательное, скажем, влияние, которое поддерживает наши суставы, мышцы и сухожилия. Вот так вот. С какими проблемами к вам обращаются пациенты, и кому показано грязь лечения? С проблемами заболевания позвоночника, суставов, в состоянии после травм, контрактура, тугоподвижность в суставах. Грязь лечения также можно применять и при заболеваниях внутренних органов, в урологии, в гинекологии. Тоже дают положительный эффект, но нельзя применять грязи в острый период какого-то заболевания. А так вот и хронические заболевания, они помогают поддержать, в общем-то, костно-мышечную систему очень хорошо. Есть ли противопоказания? Да, конечно, противопоказания и к грязям, и к физиотерапии. Есть, в общем-то, это острые заболевания, онкологические заболевания крови, туберкулез, повышенные функции щитовидной железы. В остальном, в общем-то, мы смотрим, насколько выражено это заболевание, которое является противопоказанием. И оно не сейчас, как вам сказать, меньше абсолютных противопоказаний, которые вообще нельзя ничего делать, а больше становится относительных противопоказаний, потому что физиотерапию иногда мы применяем, когда уже у человека было какое-то онкологическое заболевание, удалили опухоль, прошло энное количество лет, и, в общем-то, можно применять и физиотерапию, и бальнеологию. Юлия Александровна, спасибо за интересную беседу. В завершении нашей программы несколько слов для наших телезрителей. Хотелось бы пожелать телезрителям здоровья, здоровья им и их близким, и хотелось бы, особенно пожилым, ну, может быть, и молодым тоже, вести активный образ жизни, чтобы не нарушалась их двигательная активность. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.